Сочетать теперь и так две аскезы. Супер вопрос. Это уже вопрос по здоровью. Вот смотрите, вот у вас, допустим, есть три типа старения у человека. Они лечатся тремя типами аскезы. Первый тип старения – жар в теле. Первая стадия – жар. Вторая – воспалительные процессы. Третья – туберкулез, сахарный диабет, бронхиальная астма, аллергические кожные болезни тяжелые. Это последняя стадия – жара. Ну, то есть жар разрушает организм. Это вид старения. Может у ребенка быть жар? Может быть. Ну, то есть, но это не означает, что он старик уже. Это означает, что ему нужно что-то делать с этим. Понимаете, чем старше человек, тем тяжелее с этим что-то делать. Второй тип старения – это напряжение в теле. Он сначала напрягает тело, напряженность чувствует человек. Потом дальше возникают спазмы в организме. Вторая стадия – спазмы и боль. И третья стадия – это деформация суставов, вены вылазят, инсульт, инфаркт. Это все от напряжения. И третий вид старения называется лишний вес. Первая стадия – доброкачественная опухоль. Вторая стадия – злокачественная. Третья стадия. Три вида старения. Каждый вид старения побеждается двумя аскезами. И вот здесь уже и сочетание пошло. То есть у вас два типа старения преобладают. Самый главный – это лишний вес. И на втором месте – жар в теле. Два типа старения у вас преобладают. Напряжение меньше. Лишний вес побеждается длительным непрерывным движением и постом на воде. Запомнили? Два типа аскеза. Один не побеждает. Будешь долго двигаться, не поститься, не похудеешь. Только поститься, не двигаться, опять не похудеешь. Длительное движение плюс пост – начал худеть сразу. Запомнили? Все. Второй тип – напряжение. Означает головные боли, спазмы в кишечнике, запоры. Суставы болят, кстати. Позвоночник болит. Все это означает напряжение. Лечится длительным движением. А суставы больные тоже? Тоже. Длительным движением и неподвижным положением тела. Понятно? И третий тип старения – жар в теле. Означает гневливость, эмоции повышенная. Означает спать не могу, жарко. Означает потом воспалительные процессы пошли на следующую стадию. А потом дальше тяжелые, неизлечимые заболевания. Такие как красная волчанка, туберкулез, сахарный диабет. Это все от жара в теле происходит болезнь. Они все лечатся с помощью неподвижного положения тела и поста на воде. Пост на воде что делает? Человека охлаждает. Неподвижное положение тела тоже. Понятно? То есть третий тип аскезы не только дают человеку волю, терпение и чистоту мышления, они дают также долгую жизнь человеку. Поэтому я с этого начал с вами общение, потому что успешный человек – это тот, кто прожил дольше. У меня было две соседские собачки. Они постоянно дрались, грызлись друг с другом. Но одна из них, она сдохла. А вторая осталась жива. Значит, победила. То есть побеждает тот, кто живет, просто дольше и все. Вот и все, вся философия. Вот.